Всем здорова, ребята! Все давно просили сделать обзор на фишки, какие-нибудь интересные фишки по дотке. Ну, давайте начнем с самой простой, это касаемо шифта. Очень много ребят задавало вопроса, как пользоваться шифтом, что это и вообще зачем он нужен. Не знаю, как бы глуповатый, мне кажется, вопрос для ребят, которые уже давно шарят, поэтому, ну, думаю, можно смело пролистывать тем, кто знает, что такое шифт и как им пользоваться. Так что, ребят, давайте те, кто не знает, пожалуйста, остаемся. Что ж, начнем. Шифт, это просто последовательность действий для персонажа. Типа, мы указываем, что персонажу надо будет делать именно по последовательности. Просто зажимаем шифт, клавиша шифт на клавиатуре и указываем персонажу, что нужно делать. Допустим, сюда он сейчас делает подкоп после этой метки, видите? То есть, так же можно с комбинациями. Чтобы не проигрывать комбинацию вот так вот. То есть, я проиграл сейчас два каста сюда, а основное влил туда, куда мне нужно. Или же можно вовсе вот так вот лохануться. Прыгнуть замес без ультимейта. Это, конечно, просто нельзя делать. Просто нельзя. Если вы хотите научиться правильно и хорошо влетать и выигрывать замес, то вам нужно по-любому играть на Санкинге через шифт. Как это будет примерно выглядеть? Мы нажимаем шифт, зажимаем даггер, кидаем туда дискорд. Все это через шифт. И наш персонаж просто врывается в драку и вложит всех. Давайте разберем детально. Мы нажимаем ультимейт на С, правильно? Хорошо, Санкинг раскистовался. Отлично, спасибо. Как бы в помойку ульта. Окей. Смотрите, зажимаем шифт. Нажимаем С, зажимаем шифт. При зажатом шифте нажимаем бинт даггера. Нажимаем в область, куда нам нужно блинкануться. И, в принципе, все. На этом как бы все, что нам нужно. Просто нужно постоянно держать шифт. Давайте повторим последовательность еще раз. Нажимаем С, зажимаем шифт, зажимаем бинт даггера. Нажимаем в область даггер и летим туда. Дальше также можно указать, что нам персонажу еще нужно сделать. То есть, примерно вот так вот. И сюда под копчик всегда ставим. Все. То же самое касаемо тинкера. То есть, представляете, тинкером, да, берешь. Также указываешь даггер после тп, куда надо через шифт. Потом туда, куда-то итериал, догон. И после блинка он все мгновенно это вливает. То есть, я думаю, это будет полезно для ребят, которые просто этим не осведомлены. Я думаю, тут все понятно. Ну, вот как-то вот так вот, ребят. Все, на сам кинк пошел отдыхать. Следующая фишка будет такова. Сможет ли, типа, Пугна кидать на Томбу Астрал? Мне кажется, ответ просто очевиден, и это миллион раз чекалось. То есть, это... Ну, я не знаю, будем записывать это в еще одну фишку. Если вы увлекаетесь РДТБ модом, почему нет? Почему бы это не использовать? Просто ставится Томба, Пугна кидает на нее Астрал. Томба полностью неуязвима, так что... Как бы, ну, типа, вы поняли, да? Типа, смысл такой. Можно проверить это в таких условиях. Ставим Томбу. Тавер должен атаковать Томбу. Правильно? Окей. Все, не атакуют. Вот вторая фишка. Для особо одаренных... Вот это еще тоже используется, если че. Все мы знаем, что... Типа... Если кликать на героя во время того, как он хилиться, якобы он быстрее хилиться. Но это не точно. Это не точно. Смотрите, я нажимаю на него, как у него пополняются хпи, как сейчас. Сейчас они пополняются десятками, а так единицами. То есть, это ни на что не влияет абсолютно. Лично я так считаю, что не на что не влияет. Но это еще никто не тестил. Но... Типа вот так. Типа вот так вот, да. Еще одна фишка, окей. Третья будет. Ладно, погнали дальше. Следующая фишка будет у нас посвящена Потме и Рике. Этой божественной комбинации. В чем заключается же эта комбинация, спросите вы. О том, что тут, как во второй доте... Типа, знаете, да, во второй доте есть таланты, чтобы Рикимару не выходил с Инвиза. Тут примерно такая же история, но только она будет немного работать по-другому. В течение 15 секунд Рикимару будет полностью невидим и атаковать врагов. Бред, скажете вы? Да нет, это пол... Это вообще... Это просто не бред, ребят. Это... Это нужно знать. Это грех не знать. Что ж, что от нас требуется? Рикимару, все мы знаем, выходит с Инвиза, когда начинает атаковать. Под ультой Потмы же он не выходит с Инвиза. Как видите, все работает, Инвиз работает. Ушел в Инвиз, начинаю атаковать. Бью. Хорошо, Рикки видит. Как только прожимается Мунлайт, Рикки продолжает бить, но, к сожалению, крипы не реагируют. А это значит что? А это значит, что мы имеем полную невидимость в течение 15 секунд. Я думаю, эта фишка будет вам полезна в пабе. Обустьтесь с друзьями, веселитесь, фантись. Но это все кондрится геймом. Все это прекрасно знают. Те, кто часто играют на персонажах, на таких персонажах, как Тинни, и просто на персонажах, которым нужно покупать даггер, не стоит забывать, что без Вижена прыгать нельзя. Вот в темные места. Но как нельзя? Если вы предполагаете, что там есть враг, то вы примерно потеряете секунду на то, чтобы понять, кого и куда, как нужно задизейблить. То есть, смотрите, вот я сделал блинк, но зона у меня еще не была открыта, но я уже был по факту здесь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. То есть, персонаж появляется здесь раньше, чем открывается у нас Вижен. Итак, я уже нахожусь возле крипов, но Вижена пока что нет. Вот вы видите, что Вижен немножко появился. Следовательно, мы теряем некоторое время на то, чтобы среагировать, где наши противники. Но противники же реагируют на нас намного быстрее. Буквально, ну так, примерно, если взять, посчитать, где-то на 0,2-4 секунды мы теряемся. Итак, следующая фишка у нас будет посвящена пугне, его варду и вертолету, собственно. В общем, в чем смысл этой фишки? Вертолет должен атаковать вард. Но так как я не могу это сам сделать, так как я не могу прописать эннами, будем ластхитить варды и считать, сколько мы нанесем тычек с третьего спела. Итак, считаем, сколько тычек нанесет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь тычек я нанес, исходя из того, что ластхитил вард пугны. Действительно, если у нас будет шестислотовый верт, против которого пугна, которому просто... Ну, если хочется, типа, раздамажить посильнее, да, ну, как тут, типа, не раздамажить посильнее. Типа, ты берешь и начинаешь лупить вард пугны. Просто. Четыре тычки наносишь, и в сумме у нас получается десять атак в тысяче ауе с шестислотовым вертом. Я думаю, это неплохое преимущество, я думаю, мало кто об этом знал. Ну, вот это еще одна такая фишечка, ребят. Все довольно-таки просто, как вы видите. Проблема в том, что нужно идти идеально, ровно. И делать все очень быстро. Насканально, если это разобрать, это работает так. Нажимается прыжок, и кастуется стрела перед собой. Главное все делать быстро и незамедлительно. Примерно по такой же системе работает и хук пуджа. Именно 83-я карта. Нужно все делать через шифт. На пудже это все работает только через шифт. И никак иначе. Мы идем, нажимаем шифт, движение, нажимаем хук, и потом просто юзаем через шифт на себя. Вот так. Грустит это примерно так. Все довольно-таки просто. Можно также использовать комбинацию с дайгером. Примерно это будет вот так вот. То есть хук стал еще длиннее. Что ж, а на этом, наверное, буду заканчивать. Пока что эти фишки сделал для вас 7 фишек. Еще в запасе очень много фишек. Посмотрим по активности. Ребят, если... Если наберем хотя бы соточку лайков, я думаю, ну, так как уже скоро 2к подписчиков, просто соточку лайков завезете. И, я думаю, спокойно, спокойно сможем дальше мутить такие видосики. Если кому интересно, ну, просто я посмотрю по активности. Ставьте лайки, дизлайки, ну, само собой. Комментируйте, что не понравилось, что добавить, что не добавить. Много еще есть фишек, которые можно, в принципе, рассмотреть. Я думаю, ребятам будет интересно. Ну, а на этом все. Я заканчиваю. Давайте, ребят, заходите на стримы. Скоро будут. Продолжение следует...